Здравствуйте, приветствую всех в студии Леонид Голованов, мои гости, сейчас я их представлю. Мы сегодня должны были говорить в формате часового прямого эфира про открытие новой, очень перспективной трассы, автогоночной трассы Moscow Raceway. В 80 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе она открывается. В эти выходные проходит у них гонка мировой серии Renault. Беспрецедентное для России такое автоспортивное явление. Но, к сожалению, вчера представители трассы извинились, отказались от эфира. Им сейчас не до этого, простим их. Они там спешно сейчас докрашивают все, там расставляют последних маршалов на трассе и так далее. Поэтому я решил поговорить об автоспорте вообще. Что такое автоспорт и что такое жажда скорости. В студии гости Станислав Грязин, известный автогонщик. Мы в авторевью используем его в качестве эксперта очень давно, с середины 90-х, насколько я помню. Ну, с конца, да, 90-х. Да, да, да. Чемпион России по классическому ралли. А теперь тренер своего сына Василия Грязин. Да, успешный тренер. Василий сейчас перенял эстафету и выступает в классическом ралли. И Игорь Козлов. Психолог, автогонщик, рейдовик. Доброе утро всем, доброе утро. Да, да. Вот. Также потом к нам присоединятся другие гости. Будем звонить психологам, будем звонить даже священникам, чтобы поговорить о том, что же такое эта жажда скорости. Я не знаю, вот как вас, коллеги, а меня. Я автожурналист и очень редко по возможности стараюсь гоняться. Но получается редко. Но каждый раз, когда я куда-нибудь еду, меня спрашивают, слушай, зачем тебе это надо? Ну, это же бред. Куда вы гоните? Вы что, сумасшедшие? И вот, насколько я понимаю, этот вопрос в той или иной степени задавали, конечно же, всем вам. Да, вот я знаю, что Станислав пытался даже, ну, фактически бросить это дело. И не получилось. Да, это же, что это, наркомания, что ли, какая-то? Ну, это, я сам не наркоман, слава богу. Но мне кажется, что по психологической зависимости это очень близко. Потому что эмоции, которые ты получаешь во время гонки, вот этот драйв, который ты испытываешь, это нельзя ни с чем сравнить. Но, как минимум, я не могу найти какого-то адекватного заменителя, или даже словами описать, вот тот какой-то внутренний восторг, какой-то такой агрессивный восторг, который ты испытываешь, когда ты на трассе за рулем спортивного автомобиля. И я действительно, я год не садился в спортивную технику, я чуть, честно сказать, там с ума не сошел. Потому что для меня это был самый, наверное, тяжелый год. Потому что, ну, настолько плоская и однообразная черно-белая жизнь стала, что, хотя у меня там, я занимался бизнесом. Это у тебя, да, бизнесмена плоская однозначно. Да, у меня, с точки зрения дела, у меня был неплохой год, но это, так сказать, самый ужасный, наверное, год в моей жизни. Вот, и все время, когда я занялся автоспортом, кто-то из наших бывших великих гонщиков посмотрел на мои глаза, горящие глаза, я сказал, о, все, парень, ты попал. Сейчас, говорит, либо ты всю жизнь будешь заниматься этим, либо всю жизнь будешь несчастным. Поэтому, все, ты же, говорит, попал в наши ряды больных наголу. Ну, это действительно так, то есть это настолько сильный эмоциональный всплеск, который, ну, очень сложно с чем-то сравнить. Поэтому любые другие, скажем, доступные способы получить какие-то эмоции, они уже не идут в это сравнение. Поэтому это настолько зацепляет, и ты становишься от этого зависим, что так или иначе ты хочешь быть к этому близко. Именно, правда, Игорь, да? Ну, Стаса, поддержу, что бывших гонщиков не бывает в нашей среде. Там, если ты ушел в это полностью, и говорят, что у нас, ну, тоже есть такие, да, вот красивые сравнения, что у нас вместо крови бензин и все остальное. Нет, мы обычные такие же люди, ручки, ножки, голова. У нас, безусловно, закипает кровь от определенных действий с автомобилем, которые мы делаем, в отличие от многих наших коллег, более профессиональным, более какие-то, может быть, успешные. Не фактом, да, если сравнивать именно какие-то спортивные успехи. Но то, что это влечет нас к определенным каким-то действиям и удовольствия от процесса, да, который мы делаем. Делаем, надеюсь, с каждым выездом на старт и успешным финишем, да, все успешнее, успешнее и успешнее. И Стаса поддерживает, что не выходить на старт для боевого гонщика тяжелее всего. Вот реально состояние ожидания следующего старта, наверное, тяжело, вот действительно тяжело. И выражение «зачехлить шлем» это самое страшное для автогонщика. То есть повесить его там на гвоздь или зачехлить, то есть тогда, когда ты понимаешь, что карьера, она рано или поздно всегда что-то заканчивается. Рано или поздно с этим нужно будет расстаться, но душевное состояние и все равно, когда гонщик косвенно или напрямую все равно остается в теме, ну, соответственно, мы живем дальше, продолжаем. И наша кровь также кипит. Вот Стас молодец сейчас, да, то есть уже подрастающее поколение следующее в лице даже его сына. И наверняка, наверняка уже тщеславие не как спортсмен, а как тренер, чтобы наверняка сын обошел. Да, да, да. Это же ведь так? Так, сейчас. То есть это уже другое такое спортивное тщеславие, которое вызывается, да, чтобы он был успешнее, он был лучше, и все те ошибки, которые были, может быть, преодолены вами, чтобы он их как минимум прошел не так заметно, и эти повороты условные, виражные, там, по жизни, да, по спортивной жизни, он прошел более гладко. Совершенно верно, да, это именно так. То есть у меня успехи с сыном сейчас, либо его неуспехи, то есть вот так же и радуют. Вы знаете, зрители, вы сейчас не видите эмоции, а я вижу сейчас Стаса, и как у него сразу глаза загорелись, при том виде, что он говорит о спортивных успехах сына. Это вот обратная связь, сразу видно. Так смотрите, получается, что мы наркоманы. Ну, нет. И наркотик этот достаточно тяжелый. Нет, нет, нельзя сравнивать, часто спрашивают меня, как и спортивного психолога, и как боевого гонщика, вот вы наркоман? Нет, однозначно нет, и я как спортсмен против этого всего, да, против любой зависимости, алкогольный, наркоман, то есть вот любой. Это зависимость от спорта, психологическая? Нет, вот такой зависимости. Психо-физиологическая? Вот опять же нет, и опять же, как человек, который любит это дело, который посвятил этому жизнь, это одна из моих профессий, то есть я профессиональный гонщик, да, но так, чтобы... Есть профессиональные наркоманы. Я не знаю, то есть это что, у них даже есть профсоюз свой? Профсоюзов, есть партии даже. Ужас, на самом деле это ужас, честно говоря, это все зависит, вернее, пагубная часть любой наркомании, это здоровье, да, ухудшение здоровья. Вот. Это самое страшное, что вот иногда невозможно даже преодолеть, то есть когда мы уходим далеко, то наш, если вам так хочется сказать, наркомания, хотя я это слово бы убрал бы, но может быть зависимость, Стас, я не знаю, поддержит меня или нет, может быть зависимость какая, но она, слава богу, конечно, здоровье отчасти калечит любой профессиональный спорт, по-любому. Это касается и лёгкой атлетики, и лыжи, и всего, всё, что касается профессионального спорта, это здоровье, господа, не добавляет. И автоспорт, и автоспорт в том числе. А смертельно опасен до сих пор? Конный спорт также смертельно опасен. Я боюсь, что шахматы, наверное, также смертельно опасны, могут быть там не менее, да, от того... Как доской дал по голове, да? Да, в том числе и удар доской может быть неадекватный. Поэтому я бы как бы не сравнил, любой вид, вернее, любой вид спорта достаточно опасен, если к нему подходить дилетантски, если к нему подходить не тренируясь и так далее, соответственно, всегда можно получить травму несовместимую жизнь. Нет, конечно же, нельзя сравнивать автоспорт и шахматы, потому что, к сожалению, гонщики гибнут до сих пор, несмотря на беспрецедентные меры, да, несмотря на рост и активный, и пассивный безопасность современных гоночных автомобилей. Другое дело, что есть еще более опасные виды экстремального спорта, например, бейсджампинг, да, там, если посмотреть по статистике, то бейсджамперы, которые прыгают с парашютами, я не знаю, там, со Станкинской башней или с каких-то скал, разбиваются и гибнут гораздо чаще в удельном отношении, чем автоспортсмены. То есть автоспорт не самый опасный такой вот, да, вид, но, тем не менее, один из самых, вот, я не знаю, как это сформулировать, мы здесь за этим, чтобы сформулировать это. Я попробую высказать свое мнение, я не совсем согласен с коллегой, именно в том смысле, что все-таки автоспорт похож на наркоманию. Я бы разделил наркоманию на две части, это физиологическая зависимость и психологическая, да? И психологическая, понятно, от автоспорта физиологической зависимости нет, если я там два дня не сижу в гоночном сидении, у меня, что называется, пятая точка ныть от этого не начинает, вот, но, тем не менее, есть психологическая зависимость. Стас, здорово, вот сейчас мы продолжим этот спор после новостей, сейчас у нас небольшая пауза, и после этого мы все-таки попробуем разобраться в том, что это, да, наркомания, не наркомания, адреналиновый голод, не адреналиновый голод, да, а может быть, может быть, это и некий грех, который обуял нас, бесы. Итак, новости. Обсуждаем, продолжаем обсуждать тему автоспорта, что есть жажда скорости, болезнь, грех, наркомания или просто данные некоторым счастья. В студии у нас Станислав Грязин, чемпион России по классическому ралли, Игорь Козлов, автогонщик и психолог, рядовик, скоро подтянутся другие гости. И звоните нам в студию, код города 495, телефон 6510996 и рассказывайте о том, что вы думаете на эту тему, да, кто такие автоспортсмены, преступники, может быть, там, наркоманы, там, или герои. Вот сейчас мы закончили на том, что все-таки похож автоспорт, похоже увлечение автоспортом на наркоманию, да, и зависимости две. Ну, она похожа по наличию психологической зависимости, то есть, потому что, конечно, на мой взгляд, автоспорт не так опасен, как его представляют те, кто им не занимается. Это правда. Действительно, существуют несчастные случаи, люди гибнут, но если брать к общему количеству занимающихся, насколько часто это происходит, это не так часто. На самом деле, автоспорт более опасен для зрителей, потому что зрители гибнут больше, как мистер, чем гонщиков. Это, опять же, к разговору о культуре, так сказать, что мы уже понимаем. Мы вернемся еще, совершенно бестолковая обеспеченность среди зрителей, да. И поэтому все-таки автоспорт, он на сегодняшний день достаточно безопасный. И, конечно, как нагрузки человек испытывает большие, но какого-то серьезного негатива для здоровья, либо еще что-то, наверное, нет. Более того, чтобы переносить эти нагрузки, ты вынужден заниматься фитнесом, держать себя в форме. Это тоже, как бы, ты занимаешься физкультурой, а это полезно. Поэтому, тем не менее, существует психологическая зависимость, потому что именно психологическая зависимость тяга к этому, говорится, ярким переживаниям, которые, с чем они вызованы. То ли там какой-то гормональный коктейль в этот момент, где там впрыскивается в кровь твоим же организмом, либо еще что-то. Но существует такая зависимость, на мой взгляд. И в этом смысле есть определенное, почему человек не может бросить, потому что он не может без этих эмоций жить. И я не специалист, не психолог, не медик, но у меня вот там была травма головы, и меня там лечил врач, который как раз в этом вопросе, как я понимаю, был неплохо разбирался. Это единственный человек, который меня не отговаривал с моей травмой там продолжать заниматься, а просто говорил, что нужно делать, чтобы не нанести больше в себе вреда. А может быть мы не тем занимаемся, понимаете? Может быть мы тратим на автоспорт, на это увлечение очень много сил, в том числе и духовных сил. Вот может быть не надо этим заниматься? Это вопрос к кому? Гонщикам или эксушителям? Вопрос к Михаилу Потокину, глирею, храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыне. Да, да. Здравствуйте. Да, добрый день. Да, слушаю, да. Вы знаете, что... Да, простите, я слушал передачу, поэтому так, в общем, слышал ваш вопрос. Я думаю, что вы знаете, все-таки здесь важно понять о том, что не занятие важно, важно, кто им занимается. То есть вы поймите, что человек может заниматься всем, чем угодно, ну, разумным, естественно. Вопрос именно в том, что от чего, почему, что это приводит ко мне. Если я делаю это от пустоты, то есть я пустой, жизнь моя пустая внутри, то любое занятие, оно приведет меня к зависимости очень худой, но это зависимость внутренняя. Это же не вино виновата в пьянстве, да, а пустота внутренняя, короче, человек прибегает к вину. Не деньги виноваты в волчности, потому что человек может совершенно равнодушным к ним быть или... Поэтому здесь важно именно, кто занимается этим занятием, от чего он занялся, причина, да. Если он человек состоявшийся, то он состоится везде, и в семье, и на работе, и в своих увлечениях. И все им будет приносить радость. Можно сказать, что и психологическая зависимость у вас есть и от семьи, и от работы, и от всего. Потому что мы от всего радость должны получать, если мы нормально этим занимаемся, понимаете. Если у нас нет радости в жизни, мы его начинаем искать там, здесь, пытаемся себя выразить в одном, в другом, а внутренняя пустота нас гонит дальше, 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 быстрее, быстрее. Тогда действительно, в общем, получается, что мы фактически пытаемся закрыть себе глаза, чтобы не видеть этот мир, не видеть то, что вокруг нас, то, что внутри нас происходит, а только лишь вот пытаться с закрытыми глазами идти в жизнь. Но я думаю, что вряд ли это есть сама жизнь, сама по себе. Ну вот, поэтому, наверное, все-таки очень важно не обобщать всех спортсменов там, всех увлекающихся в одну категорию какую-то, а действительно смотреть, что за человек-то. Зачем он этим занялся, почему, что, какая у него, так сказать, внутренняя жизнь. Если это внутренняя жизнь полноценная, да слава богу, ну что ж. Он будет любить все, что он будет делать, и будет делать это хорошо и красиво, и радостно. Очень-очень здорово, очень здорово вы говорите, спасибо вам. Вот смотрите, просто людей, которые увлечены скоростью, можно, грубо говоря, разделить на две части. Первое, это так называемые стритрейсеры, то есть те люди, которые пытаются удовлетворить свою эту жажду скорости на обычных дорогах. Они, безусловно, опасны. И второе, это профессиональные спортсмены, которые делают это на закрытых трассах. Вот есть ли разница, может быть, какая-то, я не знаю, духовная между этими двумя этими людьми? Вы сами ответили на свой вопрос, это очень просто. Конечно, мое занятие, не должно быть мое занятие опасным для других. Потому что я не должен жить за счет других ни в коей мере. Не за счет там сил, средств, возможностей других людей. Я должен все найти внутри себя, понимаете. Если человек подставляет или делает опасность другим, то, естественно, что это ненормально. Это ненормальное его состояние, потому что он не думает о людях. А раз он не думает о людях, значит, он хочет забыться, в первую очередь, наверное, сам. Потому что когда мы сами счастливы, когда жизнь наша полна, мы прекрасно относимся к ближним и заботимся о них. Потому что это, естественно, нам с вами поделиться, когда у нас много. А когда у нас ничего нет, тогда мы о других не думаем. Мы сами, так сказать, жаждем и голодные ищем, где бы нам свой голод удовлетворить. Даже вот часто и за счет других. Поэтому здесь действительно состояние, что внутри нас, понимаете. Огромное вам спасибо. Отец Михаил, наверное, да, вот так к вам? Да, да, отец Михаил, да, совершенно верно, да. Да, да. Наверное, вот я все, что так кратко мог сказать, наверное, по этому поводу, что я думаю. Большое спасибо. Большое спасибо. Прекрасные какие слова, да, сказал отец Михаил? Психолог, я полностью согласен, потому что духовное наполнение или внутреннее наполнение смысла происходящего, там, занимаешься легкой атлетикой, или вот нашим видом спорта, автоспортом, каким-то другим, любым другим действием. Если есть какое-то логическое наполнение смысла и действия, тогда да, занимайтесь, занимайтесь осознанно. И правильно отец Михаил сказал, что если это не является использованием окружающих, пожалуйста, развивайтесь, делайте, делайте это профессионально, безопасно, прежде всего для окружающих и для себя. Занимайтесь, развивайтесь и совершенствуйтесь, достигайте профессионализма и достижения своей цели, прежде всего. А если есть цель, если есть понятие какое-то, да, к чему ты стремишься, соответственно, ты более структурированно к этому подходишь. Струксирован, да. Абсолютно. Ну вот очень правильно сказал отец Михаил, внутренняя пустота. Если человек внутренне пуст, то он пытается забросить внутрь себя всякую гадость, там, наркотики, там, да, водку и так далее. Вот я думаю, что выражу все-таки общее мнение, если скажу, что мы, люди, которые увлекаются автоспортом в той или иной мере, все-таки внутренне не пусты. Я сейчас вижу об этом, что думаю. Я вот не знаю никого из своих коллег, кого бы я назвал внутренне пустым. Мне кажется, что вот в автоспорт такие люди не попадают. То есть они, наверное, как-то пытаются свою пустоту чем-то более простым заполнить. Все-таки автоспорт это такой... Успешных людей относительно. Да, да, да. И это во много раз. В разном смысле слова. Очень непростой вид спорта во всех отношениях. И с организационной, и с технической, и с физической, ну, со всех точек зрения. Поэтому, как правило, автоспортом занимаются и добиваются успеха такие глубокие, в таком хорошем понимании смысла этого люди. Но уж точно не пустые. Как минимум потому, что, во-первых, сам автомобиль... Ведь, смотрите, меня тоже всегда такая штука, вопрос занимал. Представим себе 19-й век, 18-й век, 17-й век. Нет таких, нет автомобилей вообще. Есть только лошади. А это совершенно иные скорости. Да, сейчас человек ведь, в принципе, по сути своей, не приспособлен для того, чтобы ездить со скоростью 300 км в час. Или там передвигаться со скоростью, да, по обычным дорогам. Вот где эти люди, вот сейчас вот мы с вами занимаемся автоспортом, а если бы мы родились в 19-м веке, чем бы мы занимались? Как бы мы изливали бы вот эту вот, да, жажду, утоляли бы чем? Вот, на мой взгляд, есть вопрос не в абсолютной скорости. Скажем, ехать на картинге по накрученному картодрому со средней скоростью, там, наверное, медленнее, чем на лошадях у скачки, намного больше удовольствия, чем ехать по прямой со скоростью 300 км в час. То есть, интересно управление, интересный пилотаж. Да, 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 именно процесс пилотирования, управления. Хорошо, чем управлять? Лошади, однозначно. То есть, тогда вот, как бы, это четкая замена. То есть, автомобиль сейчас заменил лошадь, то есть, тогда были скачки, и мужчины так же к своим лошадям относились, как сейчас, к своим любимым машинам и так далее. Поэтому, вот, на мой взгляд, вот, у меня сомнений в этом нет. То есть, раньше были лошади, сейчас появились. Перебивая аналогии, да, автомобиль называет любимым там конем спортивную команду конюшня, там, да, поэтому вот эта аналогия прямая и идет оттуда. Это правда, это правда, да. Соединишься, перебил, скудыри и так далее, да. Поэтому здесь мы с Игорем абсолютно солиданны во мнениях. Это правда, но мне кажется, что есть такая штука, как переход количества в качество. Все-таки скоростной диапазон у лошади, это, скажем, ну, 50-60 км в час, а автомобиль, это уже совсем другое. И, как мне кажется, для управления автомобилем на такой скорости, особенно в нашем любимом ралли, да, на обычных дорогах, когда вокруг деревья, камни и так далее, нужны уже совершенно иные способности, да. И нужно развивать в себе совершенно иные способности. То есть, как мне, вот я занимался, я ездил в классическом ралли всего два раза в жизни, и оба этих раза были совершенно там потрясающие. И мне в какой-то момент казалось, что даже это некая духовная практика ехать по обычным дорогам очень быстро. Мы сейчас прервемся еще раз, мы сейчас, у нас будет еще одна новостная пауза, а после этого мы поговорим именно об этом. И у нас в студии новый гость Валерия Анашвили, главный редактор журнала «Логос», и который нам поможет разобраться в этом еще и с культурологической, так сказать, точки зрения, да. И мы позвоним еще психологу, который занимался с гонщиками и утверждает, что в процессе тренинга гонщиков нужно обязательно обращаться и к приемам расширения сознания. Итак, пока новости на Афинам. Продолжаем мы говорить о том, что такое жажда скорости, духовная ли это практика. Вот о чем мы сейчас поговорим. В студии Станислав Грязин, чемпион России по классическому ралли, Игорь Козлов, психолог, автогонщик, чемпион России по ралли-рейдам. И к нам присоединился Валерий Анашвили, главный редактор журнала «Логос» и автоспортсмен-любитель. Правда ведь? Точно. Да, Валерий, где вы уже успели погоняться? Я гонялся частным образом на тех трассах, которые в Москве для этого приспособлены, именно для любителей, для чайников. Сначала в Тушино, потом в Дневниках. Занимался частным тренером, но никогда не выходил ни на какие соревновательные процедуры, потому что страшно. И это, в общем, особое какое-то занятие. Страшно? Поэтому я очень уважаю наших гостей. Но ведь тянет, да? Тянет, тянет. Но главный эффект после занятий, когда позанимаешься на трассе, там же становится ясна, особенно зимой, да? Когда там на 40 вылетаешь в бордюр, потом полчаса откапываешь машины. Понимаешь сцену ошибки. После этого, когда выезжаешь в город, обычно я ездил несколько дней со скоростью 55 км в час, не превышая. Потом постепенно забывается навык трассы, да? Леонид, вот вы перед новостями очень точно упомянули о историческом понимании скорости, историческом внедрении скорости в практику человеческого тела. Действительно, если мы посмотрим, мы же должны понимать с вами, что эволюция человека ориентировала всегда на скорости в среднем 5 км в час. При беге, там сколько? 10, да? 11 км в час. Чуть больше 10. И, соответственно, все навыки, визуальные, слуховые, ментальные, рассчитанные, то есть скорость принятия решений и так далее, да, рассчитаны на эти скорости, эволюционно. Очень немногие племена, которые приручили лошадей в давние годы, да, обладали навыками принятия решений в скоростном режиме, ну, соответственно, на уровне 30-40 км в час, да? Повторяю, это были не все люди на планете, да? Да, и к тому же это конная милиция. Одна голова хорошо, а две лучше. Лошадь-то тоже? Да, лошадь тоже, да. Инструмент принятия решений. Хотя автомобиль тоже сам принимает решения, да, о чем мы говорим. Так вот мы об этом и говорим. Да. И действительно, те скорости, с которыми мы сейчас сталкиваемся, это вообще инновация в антропологическом развитии нашей цивилизации. Абсолютно точно. Более того, вообще сама скорость, само понимание скорости исторически было связано с проблемой, в этом смысле вы абсолютно точно ставите, да, вопрос о грехе скорости. Скажем, в 19 веке, когда появились первые железные дороги, огромное количество интеллектуалов говорили о вреде железной дороги. Почему? Потому что она не позволяет наслаждаться пейзажем, когда ты едешь, да. Люди привыкли медленно передвигаться, ну, в лучшем случае на конках или в каретах, имея возможность любоваться окрестностям, тем самым вбирая в себя определенные ценности через природу, определенные эстетические категории и так далее. Поезд уже, как им казалось, нарушал эту традиционную, да, систему приобретения ценностей различных. Что говорить о нынешних скоростях? Кстати, буквально только что ехал к вам, человек не разнес полряда, выехав навстречу на Ниссане GTR, который за 3,5 секунды разгоняет до сотни. И человек так ускорился, а потом это было видно, и чувство, что человек не смог понять, в какой скорости он приобрел. И просто машину там стал носить по трассе, но он с трудом справился с управлением. Это случайно, наверняка из-за электронных систем, которыми Ниссан напичкал в это GTR. Поэтому довольно опасная вещь скорость и, более того, культура, которая действительно продолжает настаивать на том, что скорость – это что-то из ряда вон выходящее и нехорошее, да, она, вот этот концепт, концепция культурная негативного отношения к скорости не позволяет нам ощущать скорость, как некоторое благо, пытаясь набирать опыт общения с этой скоростью. Может быть, нам, человечеству, нужно помогать, потому что скорость все-таки нужна нам для преодоления расстояний. И, может быть, человечеству нужно помогать. И есть психологи, которые этим занимаются. У нас сейчас на связи Мария Самура, психолог, которая помогала многим, некоторым гонщикам преодолеть какие-то барьеры. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, у вас был неоднократный опыт работы с гонщиками, и вы говорите, что есть некие приемы, которые помогают человеку преодолеть именно вот это, адаптироваться к совершенно иному скоростному барьеру. Ну, эти приемы в основном заключаются в постоянной тренировке как раз этих особых состояний нашего сознания, когда внутреннее восприятие времени, скорости и пространства меняются для того, чтобы справиться со скоростью, справиться с гоночным болидом. И тренировки построены, включая в себя как психологические занятия, а именно занятия в гипнозе, эриксоновском гипнозе. Но также пилотов учат расслабляться специальным образом. Для этого часто используются так называемые камеры сенсорной депривации, да, это такие штуки, в которых человек не испытывает никаких внешних сигналов. Там темно, тепло и есть ощущение невесомости. Потому что только если очень-очень-очень глубоко и правильно расслабить тело, может измениться функционирование сознания и увеличиться значительным образом способность к реагированию, скорость реагирования и скорость принятия решений. Я ответила на ваш вопрос. Да, здорово. Вы знаете, я вот немного занимался китайской ментальной гимнастикой цигун, и там тоже основной принцип – это полностью расслабить тело и отключить мозг, перестать думать и выйти на какую-то, значит, на подсознательную работу. И выясняется, что подсознание гораздо лучше, сознание справляется со многими вещами, в том числе и, вот может быть, и со скоростными, да, вещами. Я тут вступлюсь как коллега. Мои, да, мои, здравствуйте. Да, здравствуйте. По поводу беспосознательного я вот, пожалуй, приведу такой пример. Есть такое расхожее выразение, что человек использует до 5% возможностей своего мозга. Да. И кто же использует остальные 95% нашего мозга? Кто эта сущность? Наше подсознание – это оно. И поэтому, если пилоты руль решили сделать поворот, а его бессознательное, ну, предположим, весь остальной автомобиль, этого делать не станут, то автомобиль все-таки не повернет. Поэтому именно полный контакт с бессознательным, согласованность, да, и позволяет достичь вот этих невероятных результатов, да, которые достигают пилоты, ну, высоких гоночных серий. Вот Игорь что-то хотел. Да, я просто, мне это, Мария, здравствуйте, да, мы как коллеги с вами друг друга понимаем, естественно, вещи, многие, которые вы говорите, отвлекаются, да, то есть, и моя задача тоже как спортивного психолога, то есть, я в этом специализируюсь, именно вытащить тот потенциал из спортсмена, который вот в бессознательном и существует, то, о котором как бы и не догадывается. И, в общем-то, и не надо об этом знать, вопрос разными методиками вытащить вот этот потенциал, который он потом и использует, ведь я думаю, что вы согласны со мной в этом плане. Да, согласна, и, может быть, интересно, мой большой будет взгляд, вы уже говорили о том, что может ли являться подобного, ну, а вот занятие автоспорт духовным путем. В каком-то смысле, да, потому что пилот во время гонки пребывает, ну, в так называемом состоянии здесь и сейчас, полной включенности, полного контакта с реальностью. Да, потому что... И, в каком-то смысле, это духовный путь. Да, да, да. Ну, и... Вот особенно ралли, как мне кажется, вот, когда ты едешь по обычной дороге со всеми ее... Дорога повторяет рельеф, и когда ты едешь уже за гранью далеко, да, когда ты едешь, штурман диктует тебе повороты, и ты уже едешь как бы по разомкнутому циклу, ты должен предвосхищать все повороты дороги. Ты, в том числе, должен понимать логику этой дороги, как она устроена, как устроена Матушка-Земля фактически. И это в некотором роде, вот, как мне кажется, некий духовный контакт с нашей планетой. У некоторых пилотов на моей практике случался вот этот так называемый эффект изменения субъективного восприятия времени, когда события субъективно замедлялись. То есть у них внутри оказывалось больше времени на принятие решений и принятие действий. И это они потом описывают этот эффект как очень высокое состояние, как духовное состояние. Вот видите, вот только что отец Михаил Потокин, Ири, храма иконы Божьей Матери в Царицыне, сказал нам о том, что если человек полон, то неважно, чем он занимается, да, это хорошо. И вот, видите, мы с вами приходим к тому заключению, что автоспорт, мало того, что им занимаются люди изначально уже там чем-то, да, какими-то хорошими вещами полные, так они еще и духовно обогащаются в процессе занятия автоспорта. Да, в отличие от тех людей, которые гоняют по городским улицам, находясь в полной иллюзии контроля над собой автомобилем, вот они не на духовном пути совершенно точно. Абсолютно. Вот как нам заставить тех, кто нас слушает сейчас, тех, то есть, естественно, да, среди радиослушателей Финал МФМ очень много людей, которые совершенно, которые или не управляют автомобилем вообще, или которые просто используют его как средство передвижения. Но, безусловно, есть такие люди, которые тоже находят удовольствие в скорости. Как нам их в лона, как бы, да, этой автоспортивной церкви привлечь? Какими словами, Мария? Знаете, я вот приведу пример из практики моего знакомого пилота. Он говорит, что есть такая практика гоночной такси, когда сажают на второе кресло, и пилот делает кольцо по трассе. Так вот, все стритрейсеры, которые оказывались в его гоночной машине и проехали с ним одно кольцо Ньюрбург-Винда, ну, справа, сидя справа, навсегда отказывались от практики стритрейсинга. Потому что только там, внутри автомобиля, они понимали, насколько они вообще не владеют автомобилем по сравнению с тем, как это делают пилоты. И поэтому, я думаю, что им надо предложить попробовать и понять, что они находятся в иллюзии, а реальность, она там, она на специальной трассе, на специальных автомобилях и после специальных тренировок. Мария, огромное вам спасибо. Это была Мария Самура, психолог. Спасибо. Вот насчет Ньюрбург-Ринга, да, я думаю, что Стасу есть много что рассказать, потому что это трасса, на которой он много гонялся. Да, это уникальная трасса, это такая, наверное, единственная в мире кольцевая трасса, которая, ну, не похожа ни на другую. Это там больше 20 километров, там, больше 150 поворотов, и если там меньше на серьезной машине, то средняя скорость там получается за 170. Вот. 140 поворотов примерно. Да, 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 ну, там, как считать, там, кто-то 140, кто-то 170, поэтому так, обтекаемый, сказал, все спорят, сколько там. Потому что, считайте, ты сгиб поворотом или нет. Это, да. На очень мощной машине тоже поворот, который надо внимательно ехать, на медленный ты через него разгоняешься, в принципе. Вот, поэтому, ну, трасса действительно уникальная, достаточно опасная и очень быстрая, то есть, с точки зрения, вот, получения какой-то такой. При этом, это трасса, на которой можно просто приехать, купить билеты и проехать на обычной машине, потому что она очень часто функционирует в режиме автобана с односторонним движением. То есть, заезжаешь и можешь ехать там с любой скорости, какой у тебя получится, обгонять только слева, там, в общем, соблюдая все правила. Вот, если попал в аварию, приедет полиция, там, все, как положено. Тем не менее, это возможность понять, что это такое, как-то проехать. Но, к сожалению, у нас ничего подобного нет. По поездке, поэтому я, честно говоря, ну, скажем, понимаю стритрейсеров. Я, честно говоря, в автоспорт из них же и пришел. То есть, как вот... Да, да, все мы. Вот именно об этом сейчас, после очередной сейчас новостной секции, мы и поговорим о том, как нам прийти в автоспорт. А пока новости на финал FM. Продолжаем мы говорить про жажду скорости. В студии Станислав Грязин, чемпион России по классическому ралли. Игорь Козлов, психолог, чемпион России по ралли-рейдам и трофи-рейдам. И Валерий Анашвили, главный редактор журнала «Логос». И страстный, начинающий, надеемся, автоспортсмен. А вот сейчас мы как раз подошли к тому, как стритрейсеров конвертировать, как их превратить в настоящих автоспортсменов. Мы уже пришли к тому, что занятие автоспортом – это некая, так сказать, и духовная практика, что это очень позитивная штука. И вот, кстати, еще одна тема, как мне кажется, автоспорт. Мы начинали с наркомании. Наркомания укорачивает жизнь, автоспорт ее продлевает. Вот совсем недавно, где-то полгода назад, я ездил на ралли историческое «Монте-Карло-Хисторик» на Ягуаре типа Е 70-го года в команде бизнесмена Ильи Кашина. Это было такое очень серьезное мероприятие. Пять дней гонок, причем первые – просто ты сидишь сутки, не вылезая за рулем. И понятно, что это перевалы, это жуткие снегопады, ты едешь в очень жестком, плотном графике. В спецучастке ты едешь фактически на время, причем без стенограммы. И в соседней машине ехал голландец, приглашенный Кашиным, голландец Хэнк Туйс, человеку 65 лет. Ну, по-нашему некому же дедушка. Но, во-первых, совершеннейший огурец, вот прямо зеленый с пупырышками, понимаете, прям подпрыгивает такой, энергия из него так и там брызжет. И совершенно вот все эти вот 24 часа за рулем, совершенно никаких проблем. И я с ним начал говорить и спрашиваю, как вам удается-то вообще вот такую форму поддерживать? Он говорит, а я все время гоняюсь. Он владелец фирмы Интрекс, которая делает гоночные амортизаторы, то есть он вовлечен тоже в мир автоспорта. Видно, что глаза горят. И говорит, вот есть малейшая какая-нибудь возможность, я участвую в гонках. И говорит он, гонки это позитивный стресс. Он вот так все это дело сформулировал. Так вот, продлевает позитивный стресс нашу жизнь, продлевает и наполняет всем. Вот вопрос, как приобщиться к этому. Да, хотел ответить на ваш вопрос о том, как и почему стритрейсеры приобщаются или не приобщаются к нормальной жизнедеятельности в автогонках. Проблема ведь в том, что плохие, в кавычках, стритрейсеры, которые там кажутся неадекватными, которые выполняют некоторые упражнения на скорость, в том числе и не обладая определенными навыками, они что делают? Они пытаются реализовать свои творческие энергетические потенциалы всего лишь. Очень редко это происходит от глупости. Глупых людей, как известно, в каждом обществе не так много. 4% и оптимисты. Иногда кажется, что гораздо больше. Я тоже. Как психолог, да, статистика совершенно иная. Люди, которые как раз и приходят, да, вот 4% это очень... Очень ящик, да? Очень ящик. Ну давайте будем добры. Хотя я радуюсь за наше общество. Пусть будет 4%, чем та статистика, которая, в общем-то, профессиональная, которой я обладаю. Тем не менее, это эти люди, которые пытаются реализоваться. Если общество не предоставляет стандартных способов реализации для молодого человека или зрелого человека, неважно, сколько ему лен, да, эта потребность будет канализироваться в неадекватные способы самореализации. Абсолютно точно. Чем больше возможностей реализоваться, тем меньше человек начинает делать глупости в тех сферах, в которых он не является профессионалом. Ну, например, в езде на автомобиле. Это первый момент. И второй момент. Вот вы уже начали говорить об этом, конечно. Почему в нормальных западных обществах, скажем, в той же Германии, где на некоторых участках автобанов нет ограничения скорости. Недавно в отпуске я попробовал проехать на 240 км в час на арендованной БМВ. Но я проехал несколько десятков километров и понял, что, в общем-то, хватит. Потому что, ну, реально, на одной стороны, страшно, а на другой стороне, действительно, события наступают быстрее, чем я к нему оказываюсь готов. И так далее, и так далее. Но при этом, когда я перестроился в более правый ряд, я видел, что по левому ряду меня спокойно обгоняют люди, которые едут вполне уверенно, очень точно по траектории проходят повороты на автобане и так далее, и так далее, на больших скоростях. То есть люди привычные к таким событиям. В Германии, насколько я знаю, было бы интересно, конечно, посмотреть статистику. Существует огромное количество треков, типа тех наших несчастных, вот этих мневников и закрытых, полузакрытых тушина, где обычные горожане, обладая разного типа автомобилями, имеют возможность тренером заниматься над улучшением своей водительской практики. Совершенно нормальная процедура. И огромное количество, подавляющее количество водителей, особенно в Германии, проходит через эти школы. Это не наши школы, где там включи третью. Совершенно учат, да, совершенно вообще непонятно, чем смотри на зеркало, да. А это действительно школа, которая позволяет людям приобретать навык скоростного движения. И ясно поэтому, почему там меньше аварии, да. Люди готовы, умеют управлять автомобилем в экстремальных ситуациях. Потому что я понимаю, что, конечно, в значительной степени психология работает когда-то за рулем, то есть сознание. Ну, у меня было всегда ощущение, очень хорошо, интересно было послушать нашего коллегу-психолога. Конечно, все-таки тело принимает решение, значит, ну, то есть то самое бессознательное, да, в экстремальных ситуациях. А для того, чтобы тело принимало или бессознательное принимало правильное решение, ну, чтобы оно это производило сто раз, двести раз, тысячи раз, да. Тогда, ну, само все сделает. Я полностью соглашусь, что мотивы у стритрейсера такие же, как и у гонщиков, что, собственно говоря, им хочется реализоваться именно в этом. То есть хочется получить это вот какой-то, те же эмоции от управления автомобилем. Но чтобы это было безопасно, интересно, для этого нужна определенная трасса и так далее, и так далее. Вот это как, ну, не может, там, страна стать, там, чемпионом мира по футболу, если там нет ни одного футбольного поля, например. Абсолютно точно. Так и здесь. А у нас именно такая ситуация. У нас практически невозможно нормально заниматься автоспортом. А почему? Вот извините, я вас перебиваю. Вот я, сколько я занимался, да, у меня все время был вопрос. А почему так? Почему у нас нет нормальных трасс? Почему у нас ни бизнес, ни государство не приходит в эту зону? Извините, что я вас перебил. Не знаю почему. Это, наверное, больше именно, так сказать, вопрос государства, какой-то государственной политики. У нас действительно, вот как правильно сказали, тоже обучение в автошколах, но это ничего общего с нормальной ездой на машине не имеет. Вот у меня, я причем с этим столкнулся, у меня сын с 16 лет профессионально выступал в ралли. Абсолютно. То есть он ездил на очень высоком же уровне. То есть он полгода назад, ему исполнилось 18 лет. Сейчас вот он ездит в чемпионате России, он сейчас лидирует. Просто уровень человека. И он сдавал на права. Просто пошел, он сдавал на права. С пятого раза. Вот, с пятого раза, и он не мог сдать город. Он приезжал туда, у меня, честно скажу, так, ну, это может быть не очень хорошо, но, тем не менее, он ездил у меня без прав по городу. У него была Evo 9, не самый простой, кажется, автомобиль. Потом приезжал на этой машине, парковал там ее во дворе и шел сдавать права. И пять раз не мог сдать. То есть вы, как я понимаю, просто уже сжалились, сдали права по под Новый год. Вот это вот некая ситуация. Потому что он по понятиям, хотя он там изображал из себя чайника в полный рост. То есть он, тем не менее, он по понятиям неправильно ездил. Вот. А это общая автокультура. Это общая автокультура, и у нас нет интереса. То есть, с одной стороны, есть определенная группа лиц, с которым мы относимся, которые хотят быстро ездить. Но она достаточно многочисленная. И общим обществом это не воспринимается как некая позитивная какая-то практика, что это позволяет есть безопаснее вообще на улицах. Абсолютно точно. Все технические виды спорта, поддерживалась такая организация, как ДСАФ, которая, к сожалению, развалили до основания. Сейчас пытается как бы РОСТО, эту пальму первенства. Но все технические виды спорта были отданы военным. Хорошо ли это, плохо? Я думаю, что по тем временам развитие автоспорта было на мировом европейском уровне. Наши ролисты были одни из самых лучших. Я не говорю про Формулу-1, потому что автоспорт является только Формулу-1. Ну, королева автоспорт 30-го. Хотя, как гонщик, 17 разновидностей сертифицировано автоспортом. Все это называется автоспортом. 17 разных видов, которые во всем мире признаны. Поэтому экономическая составляющая в данном случае в нашем обществе немаловажна, потому что в Европе в этом плане есть финансирование, отдельные программы, которые стимулируют. А это, кстати, и влияет на воспитание той же молодежи. Тот же ДСААФ, раньше там, да, идеология момента, да, ты там будущий защитник, нереально, то есть все. Но ты со школьной скамьи, ты в этой ДСААФовской школе занимался картингом, там, да, занимался в кружках автомото-дела, развивалось, делалось. Я занимался, да. И даже в маленьких деревнях такие секции были. Сейчас все, вот эта вся инфраструктура развалена. Безусловно, где ребятам реализоваться? И название стритрейсер стало уже нарицательным. Хотя я ребят уважаю и понимаю, что жажда скорости, как так называемый, где им реализоваться? Но я это четко разделяю с автомобильным хулиганством. То есть там парни, пожалуйста, или там девушки, которые любят скорость гонки. Ну, пожалуйста, это делайте, по крайней мере, реализовывайтесь на тех трассах, где это можно делать безопасно. Безопасно для окружающих. Еще раз говорю, что и чтобы стритрейсера не было такого, как бы, хулиганским-то выражением. Чтобы это был нормальный, тоже сертифицированный вид спорта и достойный своих чемпионов и, скажем так, своих наград. Абсолютно верно, Игорь. И вот мы со Стасом уже говорили еще там до программы даже, что ты вот всем стритрейсерам нужно, может быть, действительно хоть раз воспользоваться услугами гоночного такси и понять, что автоспорт приносит настолько больше удовольствия и счастья, чем любое совершенно там передвижение по дорогам общего пользования, что это несоизмеримо. И как только ты стал автоспортсменом, ты в обычной жизни ездишь спокойнее, грамотнее, безопаснее и правильнее. Правда, Стас? К сожалению, все так, но есть одно но. Автоспорт это очень дорогое мероприятие. Поэтому есть очень много людей, которые хотят им заниматься, не имеют такой возможности. Вот я считаю, что практика Англии, Германии, где существует много трасс, существуют разнообразные трек-дни, где ты можешь приехать на обычной своей машине и покататься. Ты можешь там посмотреть, как ты делаешь профессионал. Тогда вот то, что тебя прокатили справа, это дает стимул самому тренироваться, развиваться. Пусть там в рамках своего небольшого бюджета, который ты можешь позволить. У нас же, к сожалению, в рамках относительно большого бюджета, ты можешь себе позволить только поставить, условно говоря, гоночный выхлоп, амортизаторы и носиться ночью по Москве. Больше просто у нас физически негде. Поэтому я с какой стороны, не скажу, что я одобряю стритрейсеров, но я их понимаю. Да, абсолютно. Вот в следующий раз, я надеюсь, мы поговорим о том, как нам реорганизовать Россию. А сейчас, к сожалению, не обсудили, видите, десятой доли того, что хотелось. Сейчас нам пора прощаться. В программе «Дорожный просвет» были Станислав Грязин, чемпион России по ралли классическому, Игорь Козлов, психолог-автогонщик, чемпион России по ралли рейдам и трофи рейдам, и Валерий Анашвили, главный редактор журнала «Логос». Мы, я, Леонид Голованов, попытался обобщить вот этот вот опыт, и мы пришли к тому, что автоспорт – это все-таки и жажда скорости – это счастье. Так что те, кто влюблен в это, будьте счастливы. Всего хорошего. Спасибо.